Всем привет, друзья! Видео по обновленной версии Li-NMC элементов Форм-фактора 32700 в синей термоусадке набрало довольно много просмотров. Также в комментариях было много просьб с тестами обновленной версии элементов 32700 в зеленой термоусадочной пленке. Зеленая версия это тоже Li-NMC элементы Li-Shen, они же MC-Nair в форм-факторе 32700. Ранее у старой белой версии была емкость 7500 мАч. Я их тестировал на емкость, кто не видел, посмотрите обязательно. Оно, как я уже говорил, набрало более 130 тысяч просмотров. Также есть видео с тестами и 99 циклов старой белой версии. Ссылку на эти видео я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Также оставлю ссылку на тест обновленной версии в синей термоусадке. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки и делится видео в социальных сетях. Это очень мотивирует на съемку, а также мотивирует искать и заказывать новые и интересные типы аккумуляторов. Прошлая белая версия на 7500 мАч по даташиту имеет вес 150 грамм. По факту они весили от 152 до 157 грамм. Обновленная версия в синей термоусадке на 8000 мАч по даташиту имеет такой же вес 150 грамм. Реальный их вес оказался в среднем 153 грамма. Под даташитом обновленные элементы в зеленой термоусадке весят тоже 150 грамм. Реальный же их вес я сейчас выясню. 153 и 2, 153 и 3, 153 и 1, 151 и 1, 153 и 3, 153 и 5, 153 и 3, 153 и 2, 152 и 7, 153 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 и 7. 152 и 8, 153 и 8, 153. Грубо говоря, их вес от 151 до 154 грамм. Теперь измерю внутреннее сопротивление обновленной версии в зеленой термоусадке. Старая белая версия на 7500 мАч по даташиту имела внутреннее сопротивление 5 мОм. Итог на разряд 10С. Реальной же их сопротивление было от 5 до 5,3 мОм. Новая синяя версия имеет внутреннее сопротивление 8 мОм. Итог разряда от 5 до 10С. Реальное сопротивление было от 8 до 9,6 мОм. У зеленой новой версии по даташиту этот параметр также равняется 8 мОм. Итог на разряд 5-10С. Реальное же внутреннее сопротивление я сейчас измерю. Сопротивление щупов практически равно нулю. 8,55 мОм, 9,4 мОм, 8,8 мОм, 9,04 мОм, 9,5 мОм, 9,13 мОм, 8,79 мОм. Ну, все с ними примерно понятно. От 8 до 9,5 мОм сопротивления. Возьму пару образцов, выберу один с сопротивлением 8 с копейками и 9 с копейками мОм. Припаяю к нему провода. И для того, чтобы замерить емкость, заряжу элементы. Для пайки проводов буду использовать кислотный флюс и мощный паяльник на 200 Вт. Очень классная штука. Помню, как-то в видео мне говорили, что кипит флюс, а не электролит. Сейчас это будет слышно, я сейчас слышу. Вот, продолжает кипеть. После того, как я убираю... Шкварчит. Это шкварчит электролит. Чтобы никто там не говорил мне, что это зашипел флюс. Я уж то слышу и знаю, как кипит флюс, и как кипит электролит. Продолжение следует... Провода припаяны, ещё раз измерю внутреннее сопротивление и подпишу его на элементах 8,44, 9,1. Подключаю элементы к зарядному устройству, ставлю на заряд. Зарядный ток выставлю 5 ампер. Элементы зарядились, измерю их внутреннее сопротивление. В всякий случай отключу один из проводов, чтобы зарядное устройство не вносило никаких погрешностей. 8,57 мОм. Сопротивление немного увеличилось. Но я думаю, что это погрешность прибора. Так, второй элемент. 9,25 мОм. Тоже примерно так же увеличилось. Я думаю, что это тоже погрешность как раз прибора. Буду разряжать сначала правый элемент. Потому что зарядное устройство не может столько тепла рассеять. Регенеративный режим я не использую, потому что нужно делать аккумулятор. Может быть, когда-нибудь сделаю для этих целей аккумулятор. Ради тестов элементов делать аккумулятор, от которого питать зарядное устройство, чтобы в него перекачивать энергию. Но, возможно, стоит это сделать. Все-таки делаю я это. Как-никак, бывает регулярно. В регенеративном режиме можно будет перекачивать энергию. Она не будет выделяться в виде тепла. И можно будет не париться по поводу перегрева зарядного устройства. Поставлю максимально, что может зарядка 40 А. Конечно, сразу ток таким не будет. По мере уменьшения напряжения на аккумуляторе, ток будет расти. Разряжать буду до 2,75 В. Температуру можно будет наблюдать вот здесь. 27,6 градусов. Все, погнали. Элемент отдал 3 Ач. Заметно нагрелся, конечно. 52 градуса, 53 градуса. Продолжаю разряд. Посмотрю, насколько он нагреется. Элемент отдал 5 Ач. 64 градуса. Заметно нагрелся. Конечно, такой ток немалый. Продолжаю разряд. Элемент отдал 7,2 Ач. Уже подостыл немножко. 62 градуса. Элемент разрядился за 16 минут 59 секунд. Он отдал 7387 мАч. Ну, конечно, меньше чем заявлено. Я не удивлен, в принципе, что он меньше отдает. Тем более, таким током не факт, что так адекватно себя может вести химия, если таким током ее разряжать. В зарядке сейчас выставлен 1% от начального тока. То есть, завершение заряда идет при токе 0,4 А. Разряжаю левый аккумулятор. Надо не забыть перецепить датчик. На этот раз я поменяю разъем температуры. Теперь показывается здесь. Все верно. Разряд 40 А, 2,75 В. Погнали! Элемент отдал 4 Ач. Измерю его температуру. 58 градусов. Продолжаю разряд. Элемент отдал 6 Ач. Какая же у него температура? 76 градусов. Офигеть! Ну да, такой ток, конечно же, чересчур большой для этих элементов. Такой длительный ток разряда для них допускать нельзя. Продолжаю разряд. Левый элемент разрядился. Отдал немножко побольше. 7396 мАч. Он разрядился за 18 минут 23 секунды. Да, за такое время высадить элемент до нуля это, конечно, капец. Нехилое издевательство они выдержали. Пусть элемент остынет, и я измерю их внутреннее сопротивление. Да, держать его неприятно, конечно. Элемент остыл. Правый элемент уже давно остыл. И теперь можно измерить внутреннее сопротивление. 8,02 мОм. Сопротивление уменьшилось. Ничего себе. А здесь сколько? 9 мОм ровно. Тоже уменьшилось. Было 9,1 мОм. Заряженный показывал больше, разряженный меньше. Химия, конечно, интересна. И та тоже, которая на 7500 мАч в белой термоусадочной пленке. Думаю, что у этих всех элементов одна и та же химия. Зная отданную емкость, можно подсчитать энергоемкость элементов. Энергоемкость подсчитывается довольно просто. 7,3 Ач умножаем на среднюю точку напряжения. Литий-НМС элементов 3,7 В. Затем делю на вес элемента 0,15 кг. И получаю энергоемкость где-то около 185 Вт час на килограмм. Не сказать, что это большая энергоемкость. Самая большая, которую я видел энергоемкость, это у пакетов LG. У них она 230-240 Вт час на килограмм. Но, как показывает практика, с теми белыми элементами, которые я тестировал ранее. Видео, которое вы можете посмотреть в описании. На 7,5 Ач у них очень большой ресурс по циклам. Пишите в комментариях, нужно ли делать тест 99 циклов этих зеленых элементов. Если это видео наберет достаточно просмотров и лайков. Я надеюсь, хотя бы несколько тысяч лайков-то наберет. То я сделаю тест 99 циклов этих элементов. Так как этот тест очень трудозатратный. А если вам это не интересно, то снимать и тратить столько времени смысла никакого нет. Какой вывод можно сделать из этого теста? Я считаю, что эти элементы неплохи за их цену. 6-7 долларов. Если напрямую заказывать, плюс смотря какая партия. Надеюсь, они не исчезнут, как это сделали белые элементы. Теперь их вообще нигде купить невозможно. Хорошо я в свое время купил 200 штук, там еще 150 осталось на всякие разные проекты. На этом у меня все. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки, делится моими видео в социальных сетях. Это очень мотивирует на съемку. И главное, мотивирует искать и заказывать новые интересные типы аккумуляторов. Оставляйте обязательно комментарии. Желательно не одним, двумя, тремя словами. А лучше в комментариях писать так, чтобы было 5-6 и более слов. Так алгоритмы YouTube лучше работают. И это позволяет легче продвигать видео. И это видео увидит гораздо больше людей. Кто как раз может быть собирает сейчас байк и не знает на каких элементах остановиться. Буду рад пообщаться в комментариях. До новых встреч на канале, друзья! Всем пока!